Сегодня хочу поднять этот бокал за то, чтобы в каждом доме, в каждой душе, голове и сердце был креатив. Потому что креатив помогает нам решать многие задачи в повседневной жизни. Выходить из зоны комфорта и заходить в зону комфорта и наслаждаться там обществом самого себя. За креатив и за творческое открытие самого себя и потенциал. Выпила и энергия появилась. Водичка. Так вот, ребят, всем привет, кисы и коты! Меня зовут Ксения Гара, добро пожаловать на мой канал Креативный Мэй, классный Мэй. Сегодня мы с вами будем смотреть видео Креативные Люди Нового Уровня 2. Вторая часть. Перед тем, как мы начнем, отчет удачи. Все те, кто поставит лайки, за 3 секунды вам будет вести. Итак, считаю 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставили лайки, поздравляю вас, вы молодцы. А те, кто не успел, вернитесь назад и поставьте лайк. Спасибо. Ну а мы начинаем, Креативные Люди Нового Уровня 2. Погнали. Опа-це, опа-це, туалетка. Вот для чего люди скупили туалетную бумагу. Чтобы фоткаться с ней. Офигенная идея. Согласитесь. Смотрится, как будто это яичница, которая лежала на солнце неделю. Мерзко. Но сейчас это уже немножко напоминает какой-то, может быть, капучино. Либо мороженое, с которого стекает, собственно, вот этот шоколад. Да. Ой, еще и орешки появились, ребята. Этот мейкап начинает набирать обороты. Да, это рожок с мороженым. Блин, я что-то мороженое так захотела. Знаете, как доела последний раз мороженое? Это еще до карантина. До всего этого. Дерьма. Месяца два назад это было в кафе. Точно, я сегодня мороженое поем. Редко, но метко, как говорится. Они просто сейчас... Я не понимаю. Я вообще не верю в это просто. Это же не настоящий автобус. Я просто не могу поверить своим глазам. Это же нарисованный автобус, правильно? Но у меня такое дикое ощущение реальности. Или он реальный? Но он очень крутой. Капец, я в шоке. Это классно. Так. Зеленая лента. А, с такой лентой очень удобно рисовать. Можно выходить за бордюры. И с помощью такой ленты очень хорошо создавать всякие графические вот такие вот штуки. О, да, я иду. Куда иду? Куда я иду? О, мой гаш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж такое нужно было делать, чтобы натереть такую мозоль? Ответьте мне на руке. Ха-а-а. Мы хотели поймать Мичку, но не поймала. Я же говорю, мужики, дети. Дети, 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 дети. Медведь такой непокорный. Как это было снято? Оп. Опа. Нету. Вот заморочка. Это нужно быть истинным тиктокером, чтобы так заморачиваться. Аааа. Я так и поняла, что это сейчас будет раскладываться. Я обожаю эти работы. Они настолько креативные, они настолько крутые. Это просто бра-а-а. Самой хочется себе так сделать. Многослойность этой продукции зашкаливает. Странно, что рисуют стакан. Мне бы хотелось бы увидеть коем-портрет. Это что за обереги? Обереги от нечистых сил на веревочке. Ааа, вон оно что. Как они убрали потом нитку? Или она супер тонкая? Хорошая идея. Креативно вообще. Мамочки. У него в голове лестница. Там никуда. Я так понимаю, парень лысый. Ему вот такую 3D модель сделали на голове. Закрасили половину головы. Это нереально. У меня глаза просто попадают. Что же, опачки, появилась челочка и вилы. Я бы не хотела познакомиться с этим челоком. И с его вилами тоже. Есть вопрос. Задай. Ооо, да, 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 да. Блин, как это возможно? Какая-то, оау, мультипликационная история. Этот глаз смотрит мне в душу, ребята. Мне страшно. Он смотрит мне в душу. Опа. Теперь двумя глазами смотрит. Итак, как сделать такое фото? А, вот так. С газеткой. Вот же люди заморачиваются, да? Для вот таких фоточек. Вот опять. У него есть голова. Ясно, понятно, что она не вырезана, как арбуз. Просто он настолько талантливо делает вот эти вот переходы, тени, что кажется, что это реальность. Но это офигенно, чувак, я тебя поздравляю. Классно, а то улыбайся иногда. А то как-то жутковато становится. Это же не настоящие карандаши. Прям хочется их взять вот так. Но их нет там. Их там нет. Так же, как я залазю в кошелек, а там, думаю, деньги. А там их нет. Там их нет. Нет. Так же, что нечего было шопиться безбожно. Фродо. Что получится? Ага. Ничего тогда. Ха. Давай. Граффити это искусство, я считаю. Вот смотри, какая отстойная была стена. Абсолютно скучная. Сейчас, если это что-то приличное, то пусть будет. Но на граффити не часто разберешь, что там написано, поэтому приличное или неприличное непонятно. Похоже на какой-то космический корабль. Ооо, или надувной шар. Мне кажется, в эту картину можно зайти. Настолько хорошо сделан цвет. Боже. Эй! И в нее реально можно зайти. Это все реальные выпуклые детали. И вообще только всего на петлю. Это офигенная картина. На нее можно часами залипать. Издалека она смотрится, как будто это полотно. Ровное. Но нет, ребята. Это офигенно. Вырезаем девушку. Потом печатаем вот так. Класс. Вот, смотрите, конкурентка того парниши, который вырезает голову себе. Она решила из себя сделать бутерброд. Каждый делает то, что он любит. Чинг. Да давай. Да давай. Опа. Ич. Ты-тыч. Ты-тыч. Ты-ри-дыч. Ты-ч. Ты-ч-тыч. Смотрите, у него техника, которая ездит сама. Попал по рельсам. А он мыло снимает. Ну, конечно, это лихо. Это лихо. Ну, классно снял. Он снял классно. Профессионально. Для портфолио самое то. Хочу так же летать, как это мыло. От радости, что карантин закончился. Вот такое у нас сегодня было креативное видео, ребята. Надеюсь, вы посмотрели это, вдохновились на что-то и кайфанули. Мы как будто с вами побывали на улице и в гостях у кого-то, и посмотрели, кто чем занимается. Это прикольно. Все это в одном видео. Это офигенно. Обязательно посмотрите вот эти два видоса. Уверена, мне вам понравятся. Они классные. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я вас люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok